Здравствуйте, уважаемые клиенты и партнеры компании Amarkets. По традиции для вас я сделаю недельный обзор. И прежде чем я начну делать этот обзор, хочется сделать небольшую просьбу. Пожалуйста, поставьте этому ролику лайк и напишите любой комментарий. Это очень важно. Давайте, наверное, с вами начнем анализ с VTI, поскольку здесь нет, по большому счету, никакого такого анализа. Единственное, что я могу посоветовать, это пока просто пересидеть данное падение, поскольку рынок его, по всей видимости, будет отыгрывать. Очень трудно сказать, будет ли в дальнейшем падение еще ниже минимумов, ниже уровня 55.16, поскольку мы дошли до важной ключевой области 55.63. И если вы помните, я вам коротко напомню, здесь у нас есть такой глобальный-глобальный флет. Мы торгуемся в рамках этого глобального-глобального флета. Здесь у нас уровень 55.63, он является серединой данного флета. И если мы эту середину пробьем все-таки, откатим в обратную сторону, то здесь можно рассматривать даже шорты. Но делать я вам это категорически не советую, поскольку данное падение, вы можете обратить внимание, оно очень мощное, оно очень важное для данного инструмента. И оно, конечно же, сформировано именно, в первую очередь, фундаментальными параметрами, которые, безусловно, в рынке должны отыграться, и рынок должен, в общем, устаканиться. Вот когда он устаканится, тогда уже можно будет делать здесь анализы и пытаться торговать с помощью вот такого VSI и Price Action. На данный момент лучше просто быть наблюдателем у данного инструмента. Помните, что вспышки волатильности, они хороши только с одной стороны, да? Когда, со стороны, когда ты знаешь историю. Вот когда ты знаешь историю, чем это все закончилось, здесь мы как бы и думаем, вот тут бы я продал, а тут бы я вышел. На деле это далеко не так, поскольку после подобных моментов в рынке, безусловно, вас будет, скорее всего, выбивать по стопам в ту или иную сторону, поэтому лучше просто переждите. Подождите, пока рынок сделает откат, и тогда уже принимайте торговые решения. Все эти уровни, которые мы выставляли ранее, они до сих пор остаются в рынке. Также можно добавить уровень 58-53. Это такой достаточно локальный уровень. И здесь, если помните, у нас находился продавец, покупатель, прошу прощения, на уровне 55-63, а сверху у нас находился продавец. Что у нас здесь и произошло? Попытайтесь мне теперь сказать, что инсайдеров нет. Мы эту область разметили с вами 3 недели тому назад, и видите, что она довольно неплохо отработалась, но здесь подключился еще и фундаментал. К слову сказать, я очень часто думаю, что фундаментальные какие-то параметры, они как бы подтягиваются под покупателей-продавца в рынке, но это уже такая конспирология, можно сказать. Давайте теперь перейдем непосредственно к золоту. Если мы обратим внимание, рынок у нас пробил важную область 14.60, но не смог закрепиться ниже, то есть он вроде бы сделал у нас небольшой откат, некоторое движение, но опять ушел в некую пилу. И сейчас рынок отскакивает наверх. Это тоже связано с фундаментальными параметрами. Дело в том, что когда у нас происходят подобные события на нефте, это непременно вызывает реакцию на американском рынке, и как следствие, американский рынок нехило так влияет на золото. Здесь логика инвесторов, я вам коротко напомню, знаете, такой базовый принцип. Если происходит что-то плохое, можно сказать, в экономических процессах развитых стран, как правило, инвесторы перекладывают свои активы в более консервативные инструменты, такие как золото, такие как различные драгметаллы. И это правильно, на мой взгляд. Через некоторое время будет то же самое, но в отношении криптовалюты, но вот пока это происходит на неком золоте. Здесь у нас есть ключевая также область 1467, поскольку мы пошли наверх, у нас сейчас может сформироваться подобный план. Давайте я уберу данный треугольник, данный прямоугольник, чтобы здесь вас не вводить, можно сказать, заблуждения, и немножко подкорректирую данный уровень. Сейчас у нас формируется такой глобальный, глобальный, можно сказать, флет, в рамках которого мы можем, собственно говоря, торговать. Если вы обратите внимание, здесь этот флет уже четко себя показал и четко себя проявил. По этой причине мы здесь можем дождаться небольшого движения вниз и подождать некого, знаете, ослабления, бычьего ослабления, которое сейчас, ну сейчас у нас на рынке доминируют быки. Нужно подождать, пока у нас будет бычье ослабление, то есть у нас начнут бычьи объемы потихонечку снижаться. То есть обратите внимание, сейчас у нас есть увеличение бычьего объема. Нам нужно дождаться обратной картины, когда рынок начнет, собственно говоря, откатывать у нас бычьи объемы, ослабления, а после они опять будут брать силу, да, и у нас будет увеличение бычьих объемов. Тогда нам нужно вставать в позицию на покупку данного инструмента. Ближайшая цель, если мы рассматриваем покупки, это 1476. Рассматриваем данный инструмент через уровень, и даже, в принципе, можем немножко дойти до уровня 1484, но здесь, я думаю, не стоит заглядывать в будущее, не стоит заглядывать так слишком далеко вперед. По крайней мере, вот цель 1474, она, 1476, прошу прощения, она в рынке есть, и она прямо здесь видится. Но для этого мы должны дождаться отката. Отката где-то ближе к уровню 1458, дождаться ослабления бычьих объемов, потом снова усиления. И тогда мы можем смело войти в позицию, и, в принципе, удерживать данную позицию. Если говорить о продажах, о продаже здесь я бы лично не рассматривал. Даже если бы мы пробили уровень 1453, нужно понимать, что здесь у нас находится достаточно мощный покупатель по данному инструменту. Мы его видели вот здесь, где он образовывал шпильки, и здесь у нас есть и повышенный объем, который указывает на этого покупателя. Здесь логика очень простая. Когда рынок идет вниз и образует вот подобные шпильки с повышенным объемом, чаще всего это свидетельствует о наличии крупного покупателя по данному инструменту. И данный покупатель, он очень-очень, можно сказать, живой в этом рынке. И каждый раз, когда мы подходим к этому уровню, рынок постоянно отпрыгивает. По этой причине, пока мы его не разберем, рынок не стоит рассматривать в рамках шарта. Шарты здесь можно рассматривать только с уровня 1476. Когда мы дойдем отсюда, с низов, собственно говоря, через откат, ну вот такой можно рассматривать сценарий, тогда уже здесь можно рассматривать продажи. Но на данный момент, если вы прямо сейчас хотите продать, я вам не рекомендую это делать, подождите пробоя уровня 1453, ждите закрепления ниже. И вот, в принципе, где-то на уровне 1447 можно уже рассматривать продажи. Но нужно будет вернуться к рынку, сделать еще раз анализ и посмотреть, как, собственно говоря, этот покупатель у нас здесь разбирается. Давайте я внесу здесь информацию, что здесь у нас покупатель. И пока мы этого покупателя не разберем, ни о каких продажах речи быть не может. Переходим к следующему инструменту. Давайте рассмотрим с вами. Давайте начнем, наверное, с евро-доллара. По евро мы видим, что у нас неплохо сформировалось, собственно говоря, на вот это движение. Эти уровни, которые я выставлял 3 недели назад, они до сих пор живы в рынке. Они до сих пор являются ключевыми. И уровень 109912, он также является ключевым. Мы видим, что каждый раз рынок пытается к нему подойти, и каждый раз он от него отпрыгивает, что, конечно же, указывает на крупного покупателя у данного инструмента на данном уровне. Но нужно понимать и отдавать себе отчет, что здесь я немножко в нем не уверен, поскольку слишком мало показателей для этого. Если в следующий раз мы подойдем сюда и точно так же на помощном объеме развернемся с этого момента, тогда мы укажем, что здесь у нас есть крупный покупатель по данному инструменту. Ну, как бы вот так. Сверху я вам напомню, что сверху мы обозначили крупного продавца, который здесь находился вот на данных точках. И вполне очевидно, что он сейчас до сих пор находится в рынке. Во всяком случае, здесь нет такого затяжного флета, который бы указывал на некий выход из его позиции. Вообще, затяжные флеты, они всегда указывают на выход из позиции. Здесь подобного нет. Также мы видим, что мы в пятницу, собственно говоря, 29-го часа у нас вышли фундаментальные параметры, и рынок сделал классическую торговлю по новостям. Рынок Forex это эффективный рынок, и он торгуется всегда одинаково. Он торгуется примерно подобным образом. Вначале движение вниз, потом движение вверх, и откуда мы уходили, туда мы, собственно говоря, и пришли. Это классика жанра. Так происходит на всех, собственно говоря, эффективных рынках. Что такое эффективный рынок? Это рынок, который учитывает полностью все. Это означает, что в момент выхода новости уже рынок ее учитывал. Еще новость не вышла, рынок ее уже учитывал. Ну, это, в общем-то, определение эффективного рынка. Как бы там ни было, сейчас я ожидаю такую локальную картину. Это движение в область 1, 10, 123, 1, 10, 100. Ну, вот примерно в эту область. Это такая локальная картина, чтобы нам закрыть вот некоторое движение вниз. И здесь, в принципе, в принципе, мы можем дальше находиться в этом флетовом коридоре с последующим движением наверх. Вот эта ключевая область, которую мы обозначили опять-таки недели три назад. Это область 1, 10, 330 и 1, 10, 373. Она до сих пор остается в рынке. Она до сих пор важна. И она до сих пор будет играть свое значение. Поэтому после некого флета, если этот флет, собственно говоря, произойдет у нас в рынке, мы можем подождать вот подобного движения. И здесь, если рынок начнет уходить в некую пилу, если вы увидите замедление рынка, увеличение здесь объемов, можете смело продать данный инструмент до области 1, 10, 100. То есть примерно до вот этих вот, собственно говоря, уровней. Таких вот невидимых локальных уровней. И после этого уже нужно будет делать новый анализ. Но вполне вероятно, мы пойдем и дальше вверх. То есть мы пойдем еще выше. Итак, давайте еще немножко подытожим. На данный момент, пока мы не дошли до этой важной ключевой области, мы ожидаем все-таки некого флетового движения. И здесь торгуемся в рамках этого флета. Как это делать, я думаю, вы прекрасно понимаете. Покупаем от нижней границы, продаем от ветренней границы. В случае, если мы пробиваем данный уровень, мы ожидаем подхода к уровню 1, 10, 330. И если видим тут замедление, увеличение объемов, тогда мы можем смело продать данный инструмент до уровня 1, 10, 100. Там уже нужно будет делать новый анализ. Но вполне вероятно, мы пойдем дальше и выше. Если смотреть на объемы, сейчас мы видим, что все равно в рынке у нас есть некий баланс. У нас, конечно, есть вспышка побычьих объемов, но в то же самое время у нас появляется также вспышка медвежьих объемов. И это все указывает на некий баланс в рынке. И этот баланс, он всегда сопровождает флет. И что у нас, собственно говоря, в рынке и может произойти. Давайте теперь перейдем, собственно говоря, к паре фунт-доллар. Фунт, давайте перейдем на 4 часа. И посмотрим, что у нас на 4-х часовых графиках. Ну, голимый, просто голимый флет. И в этом голимом флете, ну, торговля, собственно говоря, она вот такая. Давайте мы с вами перейдем уже на часовик. И посмотрим, что здесь у нас происходит. Мы не видим некого перевеса в сторону быков, либо в сторону медведей по объемам. Если вы обратите внимание, у нас и бычьи, и медвежьи объемы, они примерно одинаковы. И это, конечно же, указывает на то, что в рынке у нас нет такой явной доминирующей стороны. И, безусловно, это показывает на то, что в рынке у нас, ну, в целом, вот этот флэт, который мы обозначили до того, как, еще черт знает когда, он и будет продолжаться. Можете использовать данные ключевой области для того, чтобы торговать в данном неком флетовом канале, флетовом коридоре. И давайте немножко с вами подкорректируем, собственно говоря, уровень. Давайте поставим здесь уровень. И здесь выставим немного другой уровень. Я думаю, это будет более правильно и более логично. И следующий момент, ну, в принципе, все. В принципе, все. Здесь можно, конечно, выделить вот такой, знаете, такой локальный уровень. И этот локальный уровень давайте я выделю немного пунктиром, чтобы в этом банально не заблудиться, можно так сказать. Так, где у нас пунктир? Вот здесь у нас пунктир. Выделим этот пунктиром. И, наверное, вот здесь тоже выделим пунктиром. Здесь, в общем, классика жанра. Вы можете продавать в рамках этого флета. На данный момент рынок также может уйти в некий флетовый коридор, флетовый канал. И здесь есть важные ключевые области. Ключевая область – это 1.29666. При подходе туда ждем повеличения объема, ждем появления хвостов. В общем, все то, о чем я говорил до того, как. То есть, если вы помните, я делал анализ, я говорю, что когда мы подойдем к данной области, если вы увидите шпильки, увидите объем, можете смело продать данный инструмент. Здесь появляется то же самое. То есть, когда мы подойдем к этой области, если вы увидите вот точно такую же картину, можете смело здесь продавать данный инструмент до области 1.28985 и 1.28850 до вот этой, собственно говоря, области. В случае, если мы подойдем к нижней границе, к уровню 1.28245, происходит то же самое, но в обратную сторону. То есть, торгуемся в рамках вот этих вот, собственно говоря, коридоров. Если рынок не даст вам возможности подхода к уровню 2.9666, вы увидите на данный момент некоторое замедление, что рынок у нас будет замедляться, либо у нас будет появляться та же самая картина. Но вот здесь вы можете смело, собственно говоря, продать данный инструмент, но здесь продажа будет такая локальная, до вот этой области. Глобально не рассматривайте от данного уровня продажу, поскольку это все-таки локальный уровень, и вряд ли через локальный уровень рынок может, знаете, вот так вот бабаться и резко развернуться. Это нужно учитывать, и важно, важно это иметь в виду. То же самое характерно и для движения от данного уровня. То есть, вот такие 4 ключевые области, которые, в принципе, можно здесь использовать. Если мы говорим о долгосрочных позициях, я бы не рекомендовал вам делать сейчас долгосрочные позиции, пока мы не пробьем вот эти глобальные уровни. Когда мы их пробьем, тогда уже можете делать долгосрочные позиции, поскольку я вам напомню, на 4-часовых графиках у нас большой флет. И этот флет, безусловно, расторгуется, этот флет всегда свидетельствует о том, что позиция набирается. И уж поскольку здесь у нас был покупатель, если вы помните, мы обозначили еще до вот этого, собственно говоря, падения в роста от этого покупателя, да? Это указывает на то, что покупатель, возможно, сейчас выходит из позиций, и, возможно, у нас появится что-то в рынке новенькое. Ну, в общем, поживем, увидим. Переходим к следующему инструменту. Это, конечно же, биткоин, цифровое золото. И давайте посмотрим, что у нас на 4-часовых графиках. Один мой ученик звонил мне радостным, что он заработал 20 тысяч долларов на биткоине, на вот этом, собственно говоря, падении. И в то же самое время, знаете, как-то вот это удачно сложилось. Мне звонит другой ученик, который говорит, что он потерял, потерял, собственно говоря, на этом падении. Говорил, что ему делать. Ну, в общем-то, наверное, друг у друга они деньги забрали. Но не знаю, не знаю. Давайте здесь выставим еще один ключевой уровень. И давайте посмотрим, собственно говоря, дневки, что мы имеем здесь вообще в целом. Мы видим ускорение движения вниз. Мы также видим, собственно говоря, пробой последних минимумов. И это очень важный ключевой момент, поскольку все-таки тут у нас был такой глобальный-голобальный треугольник. И, безусловно, этот глобальный-голобальный треугольник для многих являлся, знаете, чем-то таким железобетонным, от чего они могут торговать, от чего они могут зарабатывать. Но как бы не так. То есть, биткоин, как обычно, всех, собственно говоря, обломал. Я вам говорил неоднократно, что это такой волатильный инструмент. И здесь нужно быть очень-очень осторожным в рамках данного движения. Пока мы видим, что мы пробили уровень 74.05. Но на данный момент, мне кажется, что данное падение, оно является таким более-менее, ну, в какой-то мере фейковым, что ли. А фейковым данное движение, на мой взгляд, оно является, потому что здесь мы видим некоторое ускорение движения. И это ускорение движения происходит еще раз. Все это, конечно же, указывает на то, что дальнейших вот таких вот серьезных падений мы здесь иметь не будем. В лучшем случае, если мы рассматриваем падение, мы дойдем до уровня 6807 и уйдем в рамках вот этого глобального-глобального флетового коридора. Но также здесь меня, знаете, что смущает? То, что мы уперлись практически вот в этот флетовый канал, флетовый коридор, который образовался, ну, где-то неделю назад. И мы видим, что мы пытаемся, ну, как бы поджались к этому уровню. Если рынок сейчас начнет откатывать наверх, причем резко, волатильно, поскольку это, собственно говоря, биткоин, это такой инструмент, он делает все очень резко, как чумной африканский, собственно говоря, понос. Вот здесь должно быть то же самое. Если вы увидите примерно подобное движение сейчас, то есть в понедельник либо во вторник, не знаю, когда выложат данный обзор рынков, можете, в принципе, рассматривать данный инструмент для покупок до уровня 8453. Прошу прощения, почему именно этот уровень, не какой-то другой? Если вы обратите внимание, это, можно сказать, такой зеркальный уровень. Это достаточно важная ключевая область у данного инструмента. Кроме всего прочего, мы видим, что рынок потихонечку здесь отоптался. Также это, собственно говоря, самая высокая точка последнего движения еще с октября. Это очень важный ключевой уровень для данного инструмента. Давайте это все выделю даже немного другим цветом. Поставлю, ну, например, тоже сделаю зеленого. А этот уровень, я уже не помню, почему мы его поставили. Давайте я его сделаю таким, каким он, собственно говоря, и должен быть. То есть вот таким вот, можно сказать, в какой-то мере обычным цветом. Я уже не угадаю здесь по цветам, потому что тверд трендинг – это творческая профессия. Но, тем не менее, если мы говорим о глобальных, глобальных таких продажах, то продажи здесь возможны, конечно же, после того, как мы подойдем к уровню 8453. Это примерно, стоит слово сказать, это примерно середина данного движения. И тогда мы можем уже здесь рассматривать продажи. Также продажи мы можем рассматривать, если мы пробьем уровень 6807. И если мы это сделаем, то здесь, в принципе, у нас откроется тогда путь к следующему уровню. Следующий уровень будет примерно вот здесь. Это уровень 6000 и ниже уровень где-то примерно 5000. Ну, в принципе, я думаю, что мы до этого не дойдем, поскольку на это, то, что мы сейчас пойдем наверх, указывают и шпильки, и в целом движение. И самое главное, здесь есть ускорение движения. Это очень плохой признак. Если вы обратите внимание, данный инструмент, он торгуется именно подобным образом. У нас есть движение, есть ускорение движения. Рынок замедляется, уходит во флет, и после происходит расторговка в обратную сторону. Здесь происходит то же самое. Ну, в общем, поживем, увидим. Такой достаточно простенький обзор биткоина. Не рекомендовал бы вам его торговать, примерно точно так же, как и VTI. Пусть рынок немножечко устаканится. Хотя, в принципе, он уже устаканился. Здесь можно торговаться в рамках вот таких вот, собственно говоря, уровней. Если мы говорим о локальной какой-то картине, давайте я выставлю здесь локальные такие уровни, от которых вы тоже можете брать определенные сигналы. Давайте я все это нарисую вот так, схематично. Если рынок у нас точно так же начнет выстреливать вверх, ждем малейшего отката. Покупаем данный инструмент до уровня 8084.54. После того, как мы дойдем до этой области, ждем некоторые замедления, можно сказать, проторговки. И тогда можем, в принципе, рассматривать шорты до, собственно говоря, низов. Если рынок сейчас у нас не пойдет никуда, и он будет находиться, ну, вяло-вяло текуще вот так вот торговаться, в принципе, можем торговаться в рамках вот этого некого такого флетового канала, флетового коридора. То есть здесь рынок, он покажет нам флетовую область. Пока на данный момент это не делать, но он покажет нам флетовую область. В случае, если мы пробиваем уровень 6807, можем ждать некоторое движение в обратную сторону, и продаем до уровня 6000. До этого момента я бы не стал здесь рассматривать какие-то продажи. Ну, локально можете искать вот некий такой флетовый канал. Приходим к следующему инструменту. Это, конечно же, иена. Мы видим, что мы дошли вновь, собственно говоря, в этот трендовый канал, который мы указали еще до того, как... Я уже даже не помню, когда мы это делали. Уже, по-моему, месяца, наверное, полтора или два тому назад. Мы находимся на верхней границе у данного инструмента. Мы видим, что рынок у нас ушел в некую флетовую область, флетовый коридор. И здесь, знаете, что меня смущает? Меня смущает вот эта, собственно говоря, свеча. Она с таким огромным повышенным объемом бычьим, но при этом нет никакой реализации. Безусловно, это указывает на то, что в рынке сейчас у нас есть что-то, что, собственно говоря, скупает здесь весь спрос, который появляется рыночный по данному инструменту. Но мы также видим, что в рынке все равно по-прежнему у нас доминируют быки. И мы сейчас находимся во флоте. К чему я все это говорю? Потому что, если вы обратите внимание на объемы, здесь есть у нас некоторое, собственно говоря, снижение бычьих объемов. После этого у нас рынок как бы отрастал. Это все указывает, ну, это такая дивергенция, можно сказать, по объемам. И, безусловно, это все указывало на некий разворот. Разворота не произошло, но при этом у нас, потихонечку увеличились вот такие вот... Не увеличились, а стали появляться медвежьи объемы. Безусловно, это, конечно же, указывает на то, что рынок сейчас накапливает вот такую большую позицию. Куда расторгуется данная позиция, сказать достаточно сложно. Сейчас мы находимся во флоте. Конечно же, хотелось бы, чтобы данный инструмент пошел вниз. Почему я говорю, что, конечно же, хотелось бы, чтобы данный инструмент пошел вниз? Поскольку здесь у нас есть вот такое трендовое движение. И, конечно же, если рынок пойдет против этого трендового движения, Все эти стопы, которые здесь трейдеры оставляли, эти стопы будут потихонечку исполняться. У нас будет движение в ниже, 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 ниже и ниже. Никаких новых ключевых уровней здесь добавить в принципе нельзя. Поэтому в рамках, знаете, вот такой локальной какой-то картины, можем торговаться в рамках непосредственно данного флотового канала. То есть вот здесь поставим еще один уровень. В рамках этого флотового канала можете в принципе торговаться. В случае, если мы пробиваем данный флотовый канал и начинаем двигаться в обратную сторону, то есть произойдет вот такая картина, можем смело продать данный инструмент до области 108-871. В случае, если мы делаем обратную картину, то есть пробиваем уровень 109-565, ждем некоторого движения в обратную сторону и покупаем данный инструмент до области. Здесь нужно поставить, наверное, новую какую-то область. Давайте я сейчас это сделаю, найду какой-нибудь уровень, поскольку ближайший вот такой крупный уровень, он находится слишком далеко у данного инструмента. Ну, где-то до области получается... Да нет, давайте эту область и оставим, поскольку здесь вакуум. Не хочется, собственно говоря, выдувать из мухи слона до области 110-292. То есть это такой тоже важный ключевой уровень, но находится слишком далеко от наших, собственно говоря, областей. То есть вот такой подобный анализ. На данный момент флэт, торгуем в рамках флэта, дожидаемся пробоя данного флэта в одну из сторон и уже встаем в сторону данного движения. Области я вам обозначил. Ну, как бы вот такой вот анализ по иене. Здесь пока ничего вот такого, что, собственно говоря, можно торговать. Но здесь, знаете, ясно одно то, что, скорее всего, мы пойдем вниз. Почему я так говорю? Хотя мы находимся во флэте, и во флэте достаточно проблематично сказать, куда рынок расторгуется. Тем не менее, мы видим, что у нас рынок был в таком достаточно бычьем движении. У нас есть ускорение данного бычьего движения. Мы ушли в пилу. Все это указывает на то, что в рынке возрастает вероятность разворота. Кроме всего прочего, здесь появляется бычья, собственно говоря, вот эта свеча с повышенным объемом. И, безусловно, это все указывает на то, что спрос банально кто-то выкупил. И подобное движение с выкупом спроса, оно всегда указывает на то, что рынок, скорее всего, с большей вероятностью будет разворачиваться вниз. Ну, что с этим делать, я вам уже, в принципе, сказал. Итак, иену посмотрели, еврофунт посмотрели, биткоин посмотрели, VTI посмотрели, золото посмотрели. В принципе, да, еще SP500 совсем забыл про SP500 сказать. Здесь произошел тот сценарий, про который мы говорили пару недель назад. То есть, я вам говорил, дождитесь отката к уровню 3103 и покупайте тупо на любом, собственно говоря, моменте. Здесь оно и произошло. Сейчас рынок ушел в некую пилу. Если рынок начнет откатывать, ну, делать то же самое, что у нас произошло на иене, в принципе, можете прикрыть часть своей позиции. Ждите еще очередного отката и тоже можете прикупить данный инструмент. Здесь давайте поставим также еще один ключевой уровень, то есть, где-нибудь вот здесь до уровня 3127. Это такой лой, на котором вы можете прикупить данный инструмент и тоже его удерживать. А где здесь шортить? Ну, я бы не стал вам говорить, что сейчас нужно продавать данный инструмент. Опять же, мы находимся на исторических максимумах. И здесь пользуемся любой возможностью, чтобы покупать данный инструмент. Всем удачи вам, зарабатывайте, пишите, что вам непонятно. Постараюсь ответить на каждый ваш вопрос. Удачи вам, зарабатывайте.